В раке сотрудники полиции по горячим следам раскрыли разбойное нападение. 27 января в отдел полиции города Агдавурак поступило телефонное сообщение от подростка о том, что двое мужчин в масках забежали в магазин, расположенный в доме напротив. При проверке сообщения установлено, что двое мужчин, закрывшие лица шарфами и капюшонах, проникли в торговую точку. Распылив газовый баллончик в лицо продавцам и угрожая предметам, похожим на пистолет и ножами, нападавшие заставили их лечь на пол. Перепрыгнув через прилавок, один из мужчин похитил дневную выручку в сумме около 2000 рублей из кассы, заставил продавцов снять ювелирные украшения и отдать сотовые телефоны. После совершения преступления мужчины скрылись в неизвестном направлении. Прибывший на место преступления в составе следственно-оперативной группы эксперт-криминалист изъял из магазина следы рук и обуви, оставленные нападавшими. Также в ходе осмотра близлежащей территории полицейские обнаружили ножи и газовый баллончик. По данному факту следователям возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору», а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. При допросе мужчина дал признательные показания и пояснил, что умысел на совершение указанного преступления возник у него и его знакомого во время совместного распития спиртных напитков. Полицейские установили, что мужчины совершили разбойное нападение на магазин в целях хищения имеющихся там денежных средств. Полицейскими задержан второй подозреваемый в разбойном нападении на магазин в Агдавураке. Мужчина пытался выехать за пределы республики по чужим документам, но был задержан полицейскими на посту Шевелик. Задержанный 30-летний житель Агдавурака, ранее судимый за совершение тяжкого преступления, пояснил, что направлялся в город Новосибирск на постоянное место жительства с целью скрыться от правоохранительных органов.